сколько оста летает вот здесь они свели гнездо вот здесь за этой вот железкой и ни одно наверное это дихлофосом столько раз наносил мне даже доски вот тут не связь не взять потому что опасно могут укусить борюсь с ними уже дня два наверно привет сегодня хорошая погода для строительства необходимо закончить опалку сегодня останется только ее накрыть полиэтиленом и в кое-каких местах укрепить привести коммуникацию дальше только заливаем все это я делаю один кто не видел ролики строим гараж большой хозблок он под таким уклоном у нас участок под уклоном под таким серьезным тут где-то метр выступает но все делаю под уровень делаю впервые своими руками досок осталось немного надеюсь хватит а а а а а а а а а вот совсем недавно ведь я был в растерянности как строить эту самую опалубку оказалось все не так уж проблематично не сказать что легко конечно тяжело одному можно справиться если делать все по уму грамотно милая а а а а сложность в том что я все это делаю 1 6 метровую доску необходимо закрепить по уровню и не так то это просто приходится очень много двигаться в разных направлениях и вот когда 6 метровая доска по уровню на месте на своем уже мне необходим вот здесь продолжение добор сделать здесь необходимо перемычку закрепить также здесь будет уголок самое главное закрепить первую доску чтобы она была по уровню по нитке потому что я хочу чтобы у меня бетон примут поверху по под ноль был там уровень везде ставлю чтобы ровненько был но вот здесь уже вижу что несовпадение идет может быть доска кривая вот это вот такой вот отступ здесь тоже под ноль потому что идет буду что-то выглаживать здесь уравнивать мне осталось раз два три 4 6 метрового доски и одна стенка лицевая самую сложную стенку я сейчас только что закончил делать вот это вот внутренняя укреплена везде сложность в том было чтобы вот тут опуститься достать и закрутить саморезы туда возле земли здесь уску высоко очень ну все под уровень здесь выровнял остается по мелочи только это потом уже иду обедать посмотрите у нас какая погода с той стороны там где-то казань заливает наверное сейчас ну вот а нас стороной обходит у нас частенько стороной обходит глубина с этой стороны конечно внушительная пошла в теплицу за помидорами тут мне сразу давай доску держи на что делать одному тяжело значит под веревочку до под эту подводим чуть выше да отлично помидор на теплице тут столько помидор у меня уже всякого разного цвета размера грозди висят тут там крупные есть в конце ух надо собирать немножечко соседу угощу потому что уж уж очень много помидор я уже лечу сделала и все не успеваю перерабатывать в этом году много помидор уже начинают немножко портится как ты вот такие есть уже собирать перерабатывать уже много переработано помидор все равно вот такие уже подпорченные курочка мадам есть все таки есть такие болеют тут же арбузики лежат спеет уже с размером с как всегда со мной и в этой теплицы огурцы реанимировались завязываются новенькие уже кушаем срываем так что как бы обработки помогли слава богу огурцы есть каждый день едим здесь были баклажаны я их убрала толку мало баклажан в этом году и посадила еще как мне советовали рассаду огурцов на рассаду вот тут у меня четыре штучки сидят хочу их туда по краю пересадить будут свежие огурчики все таки дождь пошел как мчс обещал рассылал рассылки солнце работает под дождем запись может проходящий хотя судя по небу не похоже почти целое ведро помидор получилось прихожу тут у нас под дождиком вся наша компания и у меня для вас есть десерт давайте всем по одной давайте разбирайте давай сайра саракс давай самая маленькая кошечка наша арчи как всегда добычи унес один от всех кушает вот и очень интеллигентно по сторонам смотрит всегда когда есть поесть по странам смотрит мне было наплевать на дождь он прошел чуть-чуть освежил прикол в том что у меня осталась одна лишняя доска представляете как ювелирно я все рассчитал по этому фундаменту одна доска вон шестиметровая лежит и то я не знаю может быть еще ее подпилю получается мне хватило строительного материала для постройки вот такого сложного фундамента для нашего хозблока вот это вот все закрыть у тебя цифра в голове до 5 и 5 с половиной ты знаешь ты извини что эти отвлекаю я вот хотела тебя спросить помнишь ты говорил 30 тысяч что это палубка до того как ты начал строить я вот сейчас просто вспомнила вот ты оцениваешь как сейчас тогда ты сказал что ой как дорого да я оцениваю в 30 тысяч работа я так и знала почему-то помнишь но если бы они вдвоем работали это да это же другая цена но один человек 30 тысяч да ну вдвоем пополам по 15 30 тысяч оно того стоит просто ты помнишь мы когда септик с тобой хотели копать и мы узнавали нам тоже говорили ну не меньше чем 15 тысяч ну не септика в грибную яму там которая и мы с тобой когда вырыли у нас руки отваливались подумали что да действительно правильно просят только потом начинаешь понимать когда уже ты в теме полностью что действительно работа она такая нелегкая потому что кажется да что поставил колышки прибил досочки ну так это кажется только пару дней и все а на самом деле уже две недели и так вот на камеру все так показывается как она строится так все так легко прям нет нелегко совсем уровень упадет женя мерит уровень доску держу упадет вниз попробую достанешь арматуры руки к уже как у орангутанга такие вот до пола просто потому что я царапинах царапинах у меня даже чуть этот черепушка в царапине потому что саморезами все это туда залазишь в общем непростая не без травм стоит она таких денег стоит сто процентов прячу плечи опять жара наступила работать надо вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... И ничего никуда не выдавит. Надеюсь. Одна сторона внутренняя сделана. Дело пошло. Но у меня теперь... Вот такие вот рулоны по 30 метров. 3 метра в ширину они. Вот. 30 на 3. 90 метров квадратных. Одного рулона мне хватило вот на две стороны буква Г. Еще один рулон точно хватит на все. Я боялся, что не хватит. Оказывается, его достаточно хватило. И все это дело в два слоя идет. То есть полиэтилен сложен в два слоя и накрыт вот так. С одной и с другой стороны. Что позволяет гидроизолировать и потом снять беспроблемные доски. После того, как опалубка... Бетон застынет через три дня. Вот это жара. С пленкой я закончил, с подсыпкой тоже закончил. Остается по мелочи для фундамента. Но это я сделаю после обеда. Надо немножко остыть. У меня сейчас идет один из завершающих этапов по постройке вот этой вот сложной гигантской опалубки. Я сейчас вот стяжной проволокой закрепляю каркас, арматуру, чтобы он в одну сторону не был наклонен. Сейчас он это наклонен. Это дело исправлю. Подтяну немножко вот проволоку об доску. Чтобы она не прыгала, не ездила. Когда заливать начнем, чтобы об этом не думать. С одной стороны. Вот теперь арматура идет по центру. И не задевает внутреннюю стенку. А мы займемся следующим этапом. И все-таки шпильку я хочу установить в некоторых местах, закрепить. Потому что цоколь высокий с нижней части. Надо закрепить. И буду успокоен, что не разъедется он в этих местах. Шпильку, наверное, резать я не буду. Хочу так сохранить. Пусть торчит с одной стороны. Ты не вытаскиваешься. Был у меня вот такой жесткий шланг. Это от старого парника. Прежнюю хозяин оставил. Хочу спрятать внутри, чтобы шпильку потом можно было вытащить и использовать по назначению уже в дальнейшем. А здесь я вот такую рейку прижимную делаю. И такая вот конструкция получается. Сюда я прячу шланг. Получается, что я шпильку смогу вытащить потом. Надеюсь. Надеюсь, вытащу. Вот полностью готовое крепление со шпилькой. Как оно выглядит. Как я говорил, я здесь не отпиливаю, оставляю. А здесь она защищена. Вот трубка вот эта пластиковая. Интересно, вытащу я потом ее или нет. Ну, должен вытащить. И вот такими рейками все. Здесь нету задачи, чтобы прям вот стянуть это все. Здесь есть задача, чтобы оно держало. И как раз шпилька будет помогать держать. Я посчитал, что двух шпилек будет достаточно. Вот здесь и здесь будет держать. А мы переходим к заключительному этапу постройки опалки. Сегодня я ее закончу. Возможно, рано еще копать морковку. Но я все-таки вхожу в межнение и не могу удержаться. Мы сажали фиолетовую морковку. Хочу посмотреть, какая она. Прям видно фиолетовая, а здесь красная. Сейчас ее выкопаю. Земля твердая. Так просто не выдергивается. Похоже на ботат. А, я как-то сожрали, то ли. Треснутая такая. Смотри, солнце. Фиолетовая, короче, морковка. Она, помнишь, как ботат. Ботат сожрали, тоже такая фиолетовая. Это красная, наверное. Ну, красная. Ну, и оранжевая обычная. Нам пришла посылка с интернет-магазина «Любимый Василек». Покажу, что заказали в этот раз. Для себя я заказала женскую рубашку Александра в клетку стоимостью тысячи три рубка. Брюки женские Вероника. Цвет вины в клетку. Они на резинке. Стоимостью семьсот пятьдесят девять рублей. Трикотажные летние брюки. Четыреста семьдесят девять рублей. Они стоят журавли. Также на резиночке, но уже без карманов. Легкие, хорошие. На сайте «Любимый Василек» помимо мужской, женской одежды, детской одежды, большой выбор нижнего белья. Мы уже заказывали, качество хорошее. Очень большой выбор. Можете залезть на сайт «Любимый Василек», посмотреть, выбрать под свой размер. Размерная сетка всегда указана под наименованием. Вот такие майки мы же не заказываем. Это майка Николай. Триста десять рублей. В жару ему очень комфортно работать. Хочу обновить полотенца на кухне из того, что я заказывала. Мне больше нравится этот полулен «Жаккард». Размеры 50 на 65, стоимостью 135 рублей. Такого простого рисунка. Они плотные, мне очень нравятся. И заказала полулен первый раз. Тоже 50 на 65, 119 рублей. Они плотные. Очень комфортно с ними работать на кухне. Вытирать руки или протирать поверхность. Эти полотенчики уже идут на петельках. Очень удобно. Помимо кухонных полотенец на сайте «Любимый Василек» есть различные для ванны, бани уже разного размера. Материалы махровые, есть вафельные. Выбирайте, смотрите. В прошлый раз я распаковывала вот такую вот простынь. Это поплин «Следопыты». 1235 рублей она стоит. Простынь на резинке. Мы заказывали для Жениных пельменников. Очень хорошее качество. Можно стирать неоднократно. Резинка не растягивается и не красит ваш на матрасник или матрас. Соседку видела, тоже попросила для внуков ей заказать. И также вот такие вот две наволочки «Следопыты» к этой простыне. 221 рубль они стоят 50 на 70 без резинки. Помимо одежды и полотенец на сайте «Большой выбор» в различных пледах, подушек, одеял, постельного белья. Заказали в подарок. И мне очень интересно открыть вот это постельное белье. Это русский сатин. Похоже, это самое дорогое постельное белье на сайте 4382 рубля. Мы поедем в гости, наверное, через 2-3, скорее всего, будем снимать, увидите. А сейчас мне очень интересно. Хочу открыть и посмотреть, что же это такое за материал. Постельное белье российский сатин «Маду Мазель». Упаковано в такой вот мешок. Размер евро. На ощупь очень плотная, качественная ткань. Красиво сдержанный рисунок. Я выбрала на сайте. Там видно, какая будет простынь, какой пододеяльник. Пододеяльник, внешняя сторона, вот такие вот замечательные красивые цветы. Так же, как и наволочки. Очень сдержанный рисунок, но просто великолепный. Внутренняя часть пододеяльника выполнена вот в таком рисунке, как и простынь. Простынь полностью вот такая. Очень качественная. На ощупь ткань очень приятная. Здесь видно, какие швы выполнены. Очень качественно, прекрасно просто. И на ощупь очень приятное белье. Очень уж мне понравилось это постельное белье. Оно из сдержанных расцветок. И ткань такая просто великолепная. Не зря его хвалили. Я уже видела его в других блогах. Не раз распаковку. Там несколько расцветок данного белья русского сатина. Я думаю, что нам, Жене, закажу тоже такое. Ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек» мы оставим в описании под видео обязательно. Переходите, выбирайте различные размеры. Смотрите, различные ткани есть. Очень много одежды для кухонной утвари. Даже есть ткани на отрез. Поэтому, пожалуйста, переходите по ссылочке и смотрите. Неделя. Одна неделя. В одни руки я построил вот эту опалубку. Делал впервые. Кто смотрит нас впервые, это делается гараж или хозблок. Сюда будет складываться и садовая техника, и машины будут ставиться иногда. Дай бог залить это все вручную. Почему вручную? Опять же, кто не знает, вон там на камеру видно, газовая труба проходит. Сюда бетонная мешалка не заедет. Если бы была возможность, мы бы, конечно, заказали. Плюс вот здесь, видите, старая баня, хоз постройки. Сюда вообще не проехать. Да, у нас выходит участок на две улицы. Но там тоже проблема. Там забор. Также газовая труба проходит. Тоже не проехать. Это, наверное, единственное здание, которое будет построено, вручную заливаться опалубкой. Потому что, когда мы это построим, здесь гараж, сразу вон там можно будет сносить баню, хоз постройку вот эту всю, и будет доступ строительной технике уже для постройки основного дома. Да, газовые трубы мы в это время уже постараемся поднять. И потратить на это немало денег. От 100 тысяч рублей официально. А по поводу опалубки, ну, остается только мне подготовить место. Наверное, вот отсюда здесь будет бетономешалка. Бетономешалка у меня, кстати, 210 литров, 165 литров рабочий объем. Ну, хорошая бетономешалка от компании Вихрь. Вот сюда ее закреплю, прямо на болты. Здесь будет у меня желоб. Я сделаю желоб такой железный. И сюда будем спускать бетон. Фундамент у меня свайно-ростверковый. Вот там сваи, 15 сваи, вот так вот по кругу. Самая нижняя точка, возвышение где-то на метр идет. То есть вот такой цоколь высокий здесь вот так построено. Света говорила еще 2 метра шлакоблока, и у тебя целый гараж готов. Ну да, да, да. Здесь кто беспокоился за то, что у меня нет армирования, вот оно внизу, да, да, оно здесь входит вниз, там выше. Ну, придется вот так залить бетон, и у меня есть сетка. Я просто в сетку следующую там слой положу, сетку, когда будем заливать. Вот, и она как бы армируется, с этой стороны доармируется. Я думаю, не треснет ничего. А почему я крутил саморезы оттуда, а не отсюда? Да потому что, смотрите, друзья, если бы я отсюда крутил шляпку, она же шляпка прижимает саморез, ну, доска бы не так не прижималась бы, потому что доска с той стороны прижимается, видите? Здесь вот идет основная балка, на нее крепится, поэтому я с той стороны и крепил. А снимать опалубку, вот пленка, видите? Пленка, она как бы обволакивает все доски. Я думаю, что без проблем смогу потом ее разобрать. Ну, до этого еще надо будет дотерпеть. Дойти. Заливать бетон, я думаю, что не получится за один день залить. Но хотя мы хотим начать, Леха подойдет, он отпросится с основной работы, с 7 утра все это делать, начать прям без остановки, заливать, заливать, заливать. Если мы не зальем, если не успеем залить за один день, то придется подождать 3 дня, и через 3 дня, когда застынет первый слой, дозаливать уже остальное все. Я еще беспокоюсь за то, что у нас хватило, вот ОПГС будет мешаться там 4 или 5 к 1. Цемент у меня 500, когда заливаешь 4 к 1, ОПГС становится 250, и это нормально. Здесь 60 мешков цемента. Но цемента точно хватит. У меня такой платочек из строительных перчаток. Одет в рубашечку на строительном объекте. В общем, такой интеллигентный строитель. Ну, шутки шутками, друзья. Надо, пора отдыхать, надо умыться, надо убраться здесь. Осталось, смотрите, сколько вот здесь вот только бруски у меня остались, и одна доска. Вот так ювелирно все это дело построено. Пленки тоже хватило. Это очень хорошо даже осталось. Тем, кто досмотрел нас до конца, значит, вам понравилось. Не забываем подписываться на канал. Ну и Ладушки.